Доброе утро! С вами Егор Матаев, в эфире выпуск новостей. Начну с главных тем. Названа предварительная причина смерти семьи на турбазе «Глобус» в Алтайском районе. Четыре человека могли отравиться угарным газом. Танк Т-62 установили в Барнауле у мемориала воинам-интернационалистам. Это уже третий экспонат выставки военной техники под открытым небом на площади ветеранов. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» впервые пройдет в режиме онлайн. Даты проведения узнаете в конце выпуска. Названа предварительная причина смерти семьи на турбазе «Глобус» в Алтайском районе. Четыре человека могли отравиться угарным газом. Напомню, погибшими оказались начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ, Управление печати массовых коммуникаций региона, Иосиф Кременских и члены его семьи. По одной из версий, опубликованных в средствах массовой информации, они могли отравиться выхлопными газами дизельного генератора, который работал на базе. По информации Следственного комитета Алтайского края, директор турбазы задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерти двух и более лиц». Также возбуждено дело по части 2 статьи 105 «Убийство двух и более лиц». Я добавлю прощание с Иосифом Геннадьевичем и его семьей состоится сегодня в зале Барнаульского крематория по адресу проспект Космонавтов, 64 с 11 часов. И к другим темам. С сегодняшнего дня до 31 августа перекрыт участок на улице Пролетарская. Это связано со строительством водопровода. Движение приостановили по всей ширине проезжей части на участке от дома номер 231 до дома номер 233. Представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту просят автомобилистов быть внимательными на этом участке и заранее искать пути объезда. Продолжаем выпуск. На площади ветеранов у дома интернационального движения отметили 90-летие со дня образования воздушно-десантных войск России. С праздником десантников их родных и близких поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона отметил важность сохранения народной памяти о героях-десантниках, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. А в послевоенное время боролись с терроризмом, выполняли свой интернациональный долг. Многие из воинов и после службы остаются верными девизу «Никто кроме нас». Занимаясь каждым своим делом в мирной жизни, воины-десантники ведут очень большую общественную работу, конечно, заботясь и о памяти, и о ветеранах, и занимаясь воспитанием, патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Губернатор вручил воинам-десантникам награды Алтайского края. Ветеранов наградили юбилейными медалями к 90-летию ВДВ. Военный комиссар региона Сергей Катрашенко вручил Виктору Томенко благодарственное письмо от командующего ВДВ Андрея Сердюкова за увековечение памяти о подвиге воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты во время конфликта на Северном Кавказе. В память о павших героях к вечному огню возложили цветы. И в продолжении темы. Танк Т-62 установили в Барнауле у мемориала воинам-интернационалистам. Это уже третий экспонат выставки военной техники под открытым небом на площади ветеранов. Об истории и боевом пути машины расскажет Глеб Полянский. Два тяжелых автокрана требуется, чтобы просто оторвать танк от земли. Боевая машина даже в демилитаризованной версии со снятым боекомплектом тянет на 35 тонн массы. Танк, висящий в воздухе на стальных тросах, производит сильное впечатление. Все завершается успешно, и вот Т-62 уже занял свой новый, уже не боевой, но все еще почетный пост. Советская промышленность выпустила около 20 тысяч таких танков. Конкретный экземпляр приехал в Барнаулы Стопчихи. В годы войны в Афганистане его активно использовали в боевых действиях. Потом модель сняли с вооружения. Орудие демонтировали, и танк оказался в Сибири в качестве выставочного экземпляра боевой техники. На корпус нанесли номер 345-го парашютно-десантного полка. В этом подразделении служили алтайские воины. Среди них Сергей Завалихин, благодаря инициативе которого танк и привезли в Барнаул. Отдельный парашютно-десантный полк, в котором я проходил службу, который первый зашел в Афганистан и последним вышел. Для своего времени Т-62 был по-настоящему инновационным. Это первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием и относительно небольшой массой при высоком уровне бронирования. Толщина стальной брони достигает в лобовой части 100 миллиметров. Впрочем, она хорошо защищала экипаж от пули снарядов, но не от климата Афганистана. Внутри находится, а тот же, скажем, пехота, десант, который находился на броне, называется. Очень удобно и мягко. Как на «Жигулях». Ездили, да. А внутри, наверное, в том климате жарковато приходилось. Ну, немножечко, да, жарковато, потому что температура достигала и плюс 50 градусов и выше. В современных танках есть кондиционеры, служить в них комфортнее. Но на войне ценится прежде всего надежность, ремонтопригодность, маневренность и боевая мощь. А с этим у данной модели в период ее актуальности все было в порядке. Танк Т-62 выпускался в СССР с 62-го по 75-й годы. И помимо Афганистана принимал участие в десятках вооруженных конфликтов по всему миру. Застал и первую чеченскую кампанию. Это настоящий памятник инженерной мысли и военной истории. И теперь возможность прикоснуться к ней появилась и у барнаульцев. Глеб Полянский, Денис Кузьменко. Новости. Работающий человек не может быть бедным, заявляет в партии «Справедливая Россия». СССР и предложили свое решение борьбы с бедностью в стране. Подробнее в следующем сюжете. Свой план победы над бедностью «Справедливая Россия» разрабатывала давно, еще для прежнего правительства страны. Как отмечают в партии, Кабмин сменился, но проблема осталась. Более того, из-за вспышки COVID-19 ситуация только усугубилась. По оценке специалистов, после пандемии за чертой бедности могут оказаться больше 30 миллионов россиян. СССР и предлагают свои варианты улучшения благосостояния граждан. В первую очередь в партии предлагают пересмотреть систему налогообложения. Мы говорим о том, что необходима прогрессивная шкала налогообложения, которая позволит наполнять бюджет. Люди, которые зарабатывают меньше 20 тысяч в месяц, вообще не должны платить долог на доходы физических лиц. Мы говорим о том, что те, кто зарабатывает до 600 миллионов, должны платить 50%. Особое внимание стоит уделить сельским территориям, считают справедливой Россией и предлагают отчислять в муниципальной образовании часть средств со всех налогов и сборов в стране. Таким образом, местное самоуправление сможет без проблем выполнять свои обязательства. Большую часть собственных доходов бюджета сельского района создает уплата налога на доходы физических лиц. 60% от его отчисления. Соответственно, мы понимаем, что чем ниже заработная плата у работающего населения, тем меньше собственные доходы муниципального бюджета. Также в справедливой России обсуждают проблему ЖКХ. По мнению эсеров, необходимо принять федеральную норму, которая бы не позволила необоснованно повышать тарифы ЖКХ. В партии уверены, плата за коммунальные услуги не должна превышать 10% от доходов семьи. Это одно из многих решений, которые на федеральном уровне будут отстаивать в справедливой России. И некоторые из них уже становятся законопроектами. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» впервые пройдет в режиме онлайн 12 и 13 сентября. Начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет будут участвовать во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Единственным направлением по предпринимательству будет площадка развития молодежного предпринимательства «Мой бизнес». Участники узнают, как настроить бизнес-процессы, определить новый вектор продаж в условиях пандемии, а также о трендовых направлениях масштабирования бизнеса, франчайзинге и электронной коммерции. Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться на сайте «Молодежь России» до 1 сентября. К этому часу у меня пока все. С вами был Егор Матаев. Хорошего дня!